он что слепой еще не глаза уже смотри открыл народился окошко смотри какая она у тебя светло он темный это че мутация генов на кого бабка у тебя страшная игра и она с моей лапами его лапами схватила а он играет а знаете почему она вас чуть не убила знаете почему кто бабки нет вот такие вот игры дети играют а потом он снятся по ночам кошмары а таблица умножения не забываешь с перепугу сколько будет 5 на 8 ну вот видишь это бабка грани тебя напугал и ты забыл опять на 5 сколько будет это 5 на 25 будет 105 и то и то что это 125 хватит жрать сколько можно все теперь ее значит бери кастрюлю это бабку грани смотри у тебя там файлы уже скачались наверно да сегодня такой замечательный денек ой 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 такой интересный денек и вот мы решили сегодня немножко погулять по николаевску имея конечной целью купить простенький планшетик немного пошпили в сален хилл ну и вот тут некоторые прикладные задачи решаем приятные городские домашние хлопоты например выбросить мусор и т.п. это касается тех кто живет в городе городских жителей и потом уже двигаемся далее замечаю что народ очень хорошо живет видите панели выбрасывает стекла довольно таки нормальные вот прямо скажу даже так довольно зажиточно живет николаевск покупают авто в этом об этом уведомляют ну и на фоне вот этого конечно жилого фонда данная зажиточность как-то диссонирует это у нас заводской район вот этот райончик между улицей кирова и следующая будет улица башняка называется это так называемая галерка а еще негласное название это заводское гетто сейчас данное название весьма актуально садик превратился в заведение иного типа добротные здания из бруса заменили дома из сип панелей и монолитные домишки ну а население города по сравнению с концом восьмидесятых уменьшилось более чем в четыре раза и коренных жителей практически не осталось коренные уменьшились практически раз в шесть 7 вот здесь заканчивается галерка если мы двигаемся в сторону города если мы двигаемся от города то здесь она как раз и начинается как раз до улицы кирова эта улица у нас башняка начинается уже район школа магазина советская 137 это у здания по моему 1 1956 года постройки следующее здание тоже такое печальное здание перспективе эти завода управления и слева один из последних кранов два крана было типа фламинго общей массой по 800 тысяч тонн четыре крана таких мире вот два у нас было один уничтожили кому-то было необходимо это срочно сделать здесь слева мы его называли магазинчик змеиный почему змеиный потому что место болотистое такое вот такое вот змеиное ну вот так вот ходим здороваемся жителями вдыхаем можно сказать уже весенний воздух февраль 24 февраля вот смотрите вот еще тоже домик а до 1956 года постройки весь город было поясом вот такой символикой серп и молот звезды сейчас в общем-то это все осталось ну раньше они все были вот эти сим символика это было подсвечено а вот вот очень большая такая небольшая скажем таки яркая достопримечательность ой себе щелкаю немножко дикция пропадает вот здесь речка куэгда вот она идет здесь сейчас не видно вот на куэгда вот здесь был судя по всему еще здесь она была в таком разливе это речка и сейчас речь какой-то напоминает более речку москву москвичи называют речка москва такая же маленькая малипучка речку яузу а была в общем-то тоже большая довольно таки река и вот мы уже пока болтали подошли к заводу управления такое большое здание это было здесь значит находился центр мозговой центр градообразующего предприятия города николаевска на амуре судостроительный завод николаевска на амуре здесь вот школа магазин это же остановка это же как бы название района по умолчанию это на улице орлово а мы тем временем целенаправленно двигаемся в центр то есть к поближе к улице кантора когда мы только приехали в николаевск на амуре это было 1978 год тут все конечно было по-другому город был зеленый весь в тополях дома стояли вот здесь вот везде двухэтажные такие добротные из бруса стояли автоматы соки воды ну как-то асфальт как-то вообще движение было повеселее все-таки народу было около пределах 50 60 тысяч но это вместе с районом потому как николая с на амуре имеет 15 15 поселений спутников сел поселков красная римеев озерпах чинырах мага так далее там школа у нас номер два здесь это были все объекты завода управления здесь вот где пустырь здесь стояла стояли здания двухэтажки деревянные да здесь же здание стояли сейчас здесь у нас болотная площадь потому что место болотистая ну и радость детям вот горки фотограф на болоте самое то у нас как бы кататься нормально как раз рядом детский садик тюрьма в общем-то все способствует эстетическом эстетическому воспитанию детей он видео на тюрьма и на тюремной стене дети детском саду находясь они рисуют там графики все для детства у нас здесь николаевский здесь тоже вот это были все объекты секретного завода тсз военного в общем-то стратегического объекта сейчас здесь вот китайский рынок и прочие прочее изыски 21 столетия вот это вот неизменная николаевский рез четырехэтажечка такая там была кстати довольно такая неплохая сауна сауна мы в нее помню частенько ходили ну а вот этого здания я думаю многие знают оно более известно как кобылкин двор сейчас за него еще будут отдельные репортажи но не будем отрываться от нашего обзора и мы все-таки уже приближаемся к улице гоголя такая тоже интересная история такая даже не история притча получилось вкратце в начале 2010-х годов приехали сюда магинские подтопленцы ну показывал вам чтобы занять дома галеркинские вот эти вот из пластика сип панелей и значит кто-то им сказал что ну кто не знает что да это значит мага это довольно такая продвинутая деревня довольно такая там был порт в общем-то туда заходили морские суда был отдельно мага рейд вот и значит было подтопление когда в 2012-2013 году по моему да были построены дома для подтопленков бюджетные такие социальное жилье дешманское вот и магинские сюда переехали кто-то им сказал и кто-то им сказал что у нас значит центр эта улица гоголя и вот они значит как подобно как есть такая улица на вершинке центральной называют ее бродвей и вот как на вершинке по бродвею и так вот здесь вот несколько лет прямо туда-сюда циркулировали жителя села мага ну считая прям наивно полагая что это вот центр и есть но учитывая что город николаевск на амуре сам по себе он небольшой будто на улице гоголя да весьма очень-то очень-то ну чем не центральная улица просто дело в том что у нас есть свой пятак это значит такой небольшой кусочек асфальтированной местности это перекрестье улиц советская по которой сейчас автомобиль едет и улице кантера и вот это как бы у нас пятак называется ну и по умолчанию он называется центр ну смотрите здесь большие дома да большая улица чем вам не центр так-то разобраться но другой стороны конечно да улыбка такая тянется как бы что сказали людям то они как бы кто они свято верят скоро снег бабахнется вот тут дома еще более менее ухоженная но они видимо более поздние постройки центральная аптека как вот я помню она как была так и есть десятилетиями не меняет место своей дислокации здесь на этом месте был магазин совет был ларек союз печать кстати союз печати были практически на каждой остановке ну здесь вот уже это новодел так дальше что еще интересного что еще не из новоделов тоже вот дом довольно старые постройки так здесь значит был как был дом одежды название сохранили правда буквы были другие и тут не тут переделали полностью входные группы такие сделали выносные видите такие такими колоннами как бы вот был это большой магазин но сейчас здесь просто куча куча бутиков с перегородочками а так был большой чисто реально дом одежды тут были отрезы ткани готовые платья шапки там меховые изделия разнообразные ну по крайней мере вот название сохранил магазин а вы сюда пошли здесь старый гастроном он так потом и назывался старый гастроном это здание магазин нагад ну вот название не помню тоже давно он здесь был магазинчик собственно никакой определенной цели данного обзора нету кроме озвученной конечной мы как бы двигаемся в своем направлении с целью купить планшетик для тех кто в николаевске давно не был возможно этот небольшой февральский дзен будет небольшим развлечением минимум комментариев и максимум такого объемного изображения вот это общага рыбовская советская улица дом по моему называется 100 советская 100 или 99 фонтанчик который вот то работает но не работает у фонтанчик здесь давно был задуман фонтанчик даже как-то на моем на моей бытности он работал раза два или три особенно когда были отец только началась в начале двухтысячных делаем белую ногу сразу стали популярны и да и да и вот этот фонтанчик я помню работал так ну и вот тут тоже у нас новоделы попробуем зайти в салон билайн что-нибудь приобрести ну вот наша цель вот здесь мы связном тоже ничего особо не нашли хотели нам парить карту кукурузов и на кукурузе нас развести но мы уже маленько понимаем в этой банковской веселушки да что еще вам показать помните вот здесь были видео игры самые самые первые сюда завезли приставки такие sony 15 копеек минута почти как в игровых автоматах да игровые автоматы там даже меньше минуты можно было можно было играть так вот здесь фотография помните было одно здание четырехэтажка так но это у нас новодел а здесь вы помните был магазин охотник уже несколько лет он стоит ничем не заняты и никем не заняты наверное ждут пока окончательно станет непригоден эксплуатация чтобы снять его с баланса и застолбить местечко чем-нибудь другим здесь была булочная сколько помню сейчас вот витамир значит книги как были книги так и остались кстати магазин это приятно сознавать и один из в общем то единственный можно сказать кинотеатр сохранившийся в своем функционале кинотеатр родина и вот мы перемещаемся к обещанному нашему центральному пятаку кто николаев помнит давно здесь вот я думаю это место узнают все ну хоть что-то в этой жизни не меняется сейчас дойдем до пятака посмотрим и закруглимся а то девчонки уже мои нервничают идем-идем-идем-идем-идем вот тут на углу парикмахерская была дом пионеров такое уникальное тоже здание там дальше будет музей но сегодня мы туда уже не пойдем гастроном еще вот тоже уникальное здание следом еще одно уникальное здание сейчас здесь находится крытый рынок и вот здесь я крутанусь собственно говоря вот здесь и находится наш пятак вот она улица советская собственно вот он вот он наш вот он наш николаевский пятак вот он центр города николаевск на амуре на этом мы заканчиваем наш небольшой обзорчик пока 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 и и и и и и и Субтитры создавал DimaTorzok